На прием в мэрию Сочи пришли семьи, проживающие в домах почти вековой постройки. Один из таких на улице Московской, 8. Как рассказывают старожилы, этот дом построил зажиточный сочинец для своей семьи еще в 1937 году. Впоследствии дом был поделен на четыре квартиры. В нем нет ни отопления, ни элементарных удобств. Для того, чтобы признать строение аварийным и подлежащим сносу, собственники этих четырех квартир должны обратиться в БТИ. Затем уже с результатами осмотра в администрацию города. Для более эффективной работы мэр поручил создать рабочую группу, в которую войдут и представители муниципалитета, и районные администрации, и прокуратура. Покажите содействие в сборе этих документов, чтобы не они ходили, а вы ходили. Создайте условия, чтобы не вы сидели в кабинетах и ждали, пока не принесут вам справки свои. За них все сделать максимально. Не будет документов, не будет программы. Все готовы оказать содействие и организовать, чтобы их потом переселили после того, как дом признают аварийным, переселили в нормальные, адекватные условия, а уже с этим домом разобрались. Понятно. Поэтому в кратчайшие сроки, вот до Нового года, чтобы пакет документов был готов. Алексей Копайгородский также отметил, что необходимо собрать информацию о всех аварийных домах города, узнать, какие документы есть у собственников на эти объекты и есть ли право на землю под домом. Это нужно для того, чтобы войти в краевую адресную программу по переселению. Сейчас в региональной адресной программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы значатся 41 сочинский объект. Еще по 20 данные поданы в край. В следующем году планируется расселить самый крупный из них – дом номер 33 по улице Видовой, в котором проживает около 150 семей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова